Сегодня я бы хотел порекомендовать магазин High Store. У них огромный выбор оригинальной техники Apple и других брендов по самой выгодной цене. High Store работает с 2012 года и имеет лучшие условия для покупки новой техники. Помимо приятных цен, есть рассрочка без первого взноса, трейд-ин и бесплатная доставка по городу. High Store выбирают десятки тысяч людей, а также их рекомендуют различные медийные личности. Их магазины расположены в Москве, Самаре и в Екатеринбурге. А по моему промокоду копипаста вас ждет приятная скидка на покупку нового гаджета. Ссылка на магазин находится в описании. Выход автомобиля Apple Car отменен. Появился список смартфонов, которые получат обновления до iOS 18. Новенькие AirPods на подходе. А также в сети стали известные цвета, в которых будут доступны смартфоны iPhone 16 Pro. Это подборка новостей из мира Apple, сейчас все подробно обсудим. Но перед началом рекомендую подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет, вы на канале Копипаста, у микрофона Антон, поехали! iPhone 13 Pro и 13 Pro Max стали первыми смартфонами Apple с технологией ProMotion. С того момента во всех Pro-моделях установлены экраны с максимальной частотой обновления в 120 Гц. Вниманием обделены обычные модели, там стандартные 60 Гц. Как сообщает портал The Elec, скоро все изменится. Ну как скоро? В следующем году. По их информации, iPhone 17 и iPhone 17 Plus будут оснащены LTPO дисплеями с поддержкой технологии ProMotion и частотой обновления 120 Гц. Поставщиком выступит китайская компания Boe. Что же касается смартфонов серии iPhone 16, то тут все стандартно. iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат 120 Гцовые дисплеи, а iPhone 16 и 16 Plus – обычные 60 Гц. Для 2024 года это, конечно, полный провал. Помимо того, что интерфейс iPhone 17 и 17 Plus будет работать плавно, эти смартфоны получат Always-On Display, который сейчас доступен только на iPhone 14 Pro и 15 Pro. Инсайдер Маджин Бу в социальной сети Twitter поделился информацией о цветах смартфонов iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Он называет эти цвета Desert Yellow и Cement Gray. Первый похож на золотой цвет iPhone 14 Pro, а вот второй больше похож на цвет, который Apple использовали в iPhone 6. Оба цвета выглядят прикольно, особенно серый, прям очень красивый. Имейте в виду, что информация не точная, и сам инсайдер пишет, что это всего лишь слухи. Наушники AirPods – это, пожалуй, одни из лучших беспроводных решений на рынке. Согласно информации Марка Гурмана из Bloomberg, уже скоро нас ждет выход нескольких новых моделей наушников AirPods. Так, по его данным, в этом году нам покажут AirPods 4-го поколения и новые AirPods Max. Гурман ожидает, что AirPods 4-го поколения получит новый дизайн с улучшенной посадкой, улучшенным качеством звука и обновленным футляром для зарядки с разъемом USB-C для зарядки. Он также ожидает появления более дорогих AirPods 4-го поколения с активным шумоподавлением и динамиком в чехле для зарядки, который может воспроизводить звук для отслеживания местоположения Find My. Обновленный AirPods Max получит новый разъем USB-C вместо Lightning для зарядки и проводного воспроизведения звука, а также новые цвета. Во всем остальном это будут все те же наушники. Обновленные AirPods Pro выйдут в 2025 году с измененным дизайном и новым чипом для улучшения качества звука. Как сообщает Bloomberg, в компании Apple приняли решение полностью отменить выпуск своего собственного автомобиля, работа над которым велась последние 10 лет. Многие из сотрудников, которые работали над этим проектом, будут переведены в подразделения ИИ. Они сосредоточатся на проектах, связанных с генеративным искусственным интеллектом. Apple начала работы над своим первым автомобилем примерно в 2014 году. Компания поставила амбициозную цель – выпустить просторный, полностью автономный электромобиль с голосовым управлением. Но почти с самого начала появились серьезные затруднения, а сама Apple несколько раз меняла руководство и стратегию команды. Однако отмена Apple Car не означает, что Apple не работает над другими проектами. А сейчас инсайдер Марк Гурман из Bloomberg раскрыл детали об еще одном совершенно новом продукте Apple. Apple работает над новым динамиком HomePod со встроенным в него дисплеем. Но, по словам Марка Гурмана из Bloomberg, запуск устройства вряд ли состоится раньше 2025 года, если планы будут реализованы. Вероятнее всего, такой гаджет будет использоваться как центр управления умным домом Apple Home. Вдобавок, с него можно будет звонить при помощи FaceTime или смотреть фильмы. В общем, это ки-многофункциональный дисплей. Подобные решения уже есть у конкурентов – тот же Google Nest Hub или Amazon Echo Show. Теперь время Apple выпустить им достойного конкурента. Портал MacRumors опубликовал список смартфонов, на которые можно будет поставить iOS 18. По их данным, все те смартфоны, которые получили iOS 17, получат и iOS 18. Это отличная новость, ведь пользователям iPhone XS и XR еще год можно не думать об обновлении смартфонов. Полный список гаджетов, которые получат iOS 18, сейчас перед вами на экране. Представят iOS 18 уже буквально через 3 месяца. Летом – на мероприятии WWDC 2024. Сначала она будет в статусе бета для разработчиков, а уже осенью, вместе с выходом смартфона в серии iPhone 16, станет доступна всем желающим. Что мы с вами ждем в новой iOS 18? По словам Марка Гурумана из Bloomberg, нас с вами наконец-то ждет редизайн. Система будет использовать некоторые решения, которые используются в гарнитуре смешанной реальности Vision Pro. Вдобавок, большой упор компания делает на внедрение решений, связанных с ИИ. На ежегодном собрании акционеров Тим Кук заявил, что компания готовится открыть новые горизонты в области генеративного искусственного интеллекта. Компании придется хорошо потрудиться, чтобы конкурировать с Google Jiminy или Chagpd. Однако, ранее были слухи, что Apple реализует все локально. Вся генерация будет происходить прямо у вас в смартфоне. И если это так, то это настоящий прорыв в мире искусственного интеллекта. Наблюдаем и надеемся, что у Apple все обязательно получится. А какой у вас смартфон? И какая версия операционной системы? Ваши мысли мы ждем в комментариях. Все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Вы были на канале Копипасту Микрофона Антон. Всех с наступившей весной и хорошего дня!